Все мы из духовного мира. Вопрос этот изучил как? Примерно я понял, что мы постоянно перевоплощаем, что-то мы не заканчиваем. И вот именно эти переходы я еще не осознал, что мы именно в духовном мире делаем. Почему назад возвращаемся? Ну как, я понимаю, что мы что-то не заканчиваем, нам приходится возвращаться. Стоп, кто? Никто никуда не возвращается. Ты что, плохо изучал видеозаписи по мирозданию или как? Почему? Ну то есть понятно же, что в принципе мы никуда не уходим из материального мира. Смерть – это не уход в духовный мир вообще, никак. Все эти умершие в своих куче тонких тел пребывают в материальном мире. И материальный мир намного обширнее, чем это кажется современным людям. Космическое пространство, о котором пишут нынешние товарищи, изучающие, за что им спасибо, конечно же. Дело в том, что все это космическое пространство находится в перекрестке, а перекресток находится в другом образовании, оно в третьем. И все это является только внутренностью мирового яйца, а таких мировых яиц огромное количество. Поэтому после смерти или даже после смерти Вселенной, одной из Вселенных, которых множество, никуда искра не уходит вообще никак. Искры остаются в материальном мире и просто потом, соответственно, учитывая, что была определенная причина в мыслях тех искр, которые попали в материальный мир, единственный способ вернуться в духовный мир с новыми, соответственно, качествами и дальше развиваться, это с этой самой причиной разобраться и ликвидировать ее. Заменил определенным осознанным пониманием процесса. До конца я не разобрался еще, но я не понимаю, то есть материальный мир и духовный, когда получается физическую оболочку скидывают, но я вот как я, например, слышу ухов, да, и богов иногда слышу, но я не понимаю именно, как они в нашем мире двигают. Они мне не всегда все рассказывают. Да, наверное, ты плохо слушал видеозаписи по чакрам и по мирозданию, поскольку все это тоже их тела. То, что определенное существо является богом, это означает то, что у него есть определенное тело, как у человека, только оно, соответственно, тонкое у многих богов, которые являются стихийными или еще какими-то управителями. Но, по сути дела, это такие же живые существа, просто другого уровня. А умершее, когда человек умирает, у него же еще куча тел остается. Об этом даже эзотерики знают, которые мясоеды, которые с остальными глюками, но даже они знают, что после смерти далеко не все тонкие тела разрушаются. И вообще не то, что не все, а разрушаются только те, которые напрямую были связаны с биологическим телом и напрямую. Взаимодействовали. А значительно даже из них часть просто трансформируется, и позднее, вследствие зачатия, уже формирует новое тело. Ну, то есть у них тоже материальное, но более тонкое получается, да? Ну, да. А чем отличие более тонкого от духовного? Вот я вот этого понятия. Ну, во-первых, с духовной точки зрения, боги, люди, демоны, черви, черти, груша, яблок, тапа, там, не знаю, что угодно. Это всего лишь набор определенных искр. Все искры, которые понимают, что они существуют, это осознанные искры, относительно осознанные, чуть-чуть осознанные, как животные, более осознанные, как боги. Остальные искры, это искры, которые условно можно назвать спящими искрами или мертвой материей. Но это не мертвая материя в таком нынешнем расхожем понимании. Это просто набор спящих искр. И пока они спят, из них боги сложили определенные материальные образования, из них сложили следующее, следующее, следующее. В конце все это завершается всем известным нынешним ученым строением атомов, строением молекул и, соответственно, дальше уже строением, которое тоже, в принципе, относительно с искажениями, с меньшими, с большими, так или иначе, но в принципе известно. Это тоже спящие искры, а те, которые понимают, что они существуют, они относительно проснувшиеся искры. А в духовном мире нет спящих искр вообще, то есть все, что существует в духовном мире, это проявление только энергии той или иной искры, без возможности создания чего-либо из наборов спящих искр, но которых там просто нет. Получается, у богов, у них как будто они уже, как сказать, ушли. Богов? Каких богов? Я не знаю никаких атрактных богов. Есть конкретно боги, которые живут в высших сферах мироздания, на высших планетах, в высших срезах плоскости сварги. Это одни боги. Есть боги, которые здесь являются, допустим, управителями планет, солнечных систем. Есть боги, которые занимаются таким небольшим управительством тех или иных видов живых существ, тех или иных регионов. Тогда нужно для начала определяться, о каких именно богах мы говорим. Болеец, князь мира и сего. Ну да, бог атмосферы. А также глава той группы богов, которая на данный момент руководит нашей планетой. Как бы у них из-за чего они дела создали? Не понял, что они изыскали, а они как бы большие, маленькие. Вот этого образ не могу ловить. Тогда нужно изучить записи по теологии и богознавству. А ещё можно было бы прочитать Авесту, Ригведу, Велесову книгу. Велесову книгу вообще чем больше читать, тем лучше. И лучше всего даже в оригинале читать. Поскольку практически все её переводчики настолько её извели, что я уже часто не знаю, что это. Я ещё хотел спросить, боги, они могут в человеческих делах произойти? Могут. А кто им мешает это сделать? Причём здесь есть способ пойти на реинкарнацию. Здесь есть способ, как Шахтия Веша Аватара иногда подселяться. Есть способ материализоваться на крайний случай. Вообще куча способов у богов, как это сделать. У богов намного больше возможностей, чем человек может себе даже представить. Поэтому сложно сказать, чего они не могут, чем что они могут. На Зеленском Мецея смотрел там ещё княжество. Что это такое? Ну это тоже желательно изучать записи по мирозданию, желательно читать текст по мирозданию. Нужно комплексное изучение. Вот как, допустим, мне сказать, что такое Марс или что такое Венера? Скажу, что это такой же шарик, как Земля, только другого цвета. Но будет неправильно, они другого размера. И там на данный момент другие обстоятельства. Ещё целая куча отличий. Поэтому если как бы вот так максимально просто, то да, это просто княжество богов некоторые. А если детально, то надо брать и изучать, и осмыслять, и слушать записи там, где я общаюсь с теми, кто это всё уже годами так или иначе изучает и осмысляет. Ну и, соответственно, как бы постоянно думать над этим. Потому что символика этого есть и в традиционной славянской вышивке, символика есть и в архитектуре. А архитектура, христиане ничего нового вообще не изобретали. Они испоганили до неузнаваемости кучу всего старого, начиная от креста и заканчивая просто архитектурой культовых сооружений. Ну вот реально чего-то такого нового, чтобы вошло в какое-то такое общественное, общеизвестное, общедоступное, общеупотребляемое, я не знаю ни одного примера, что они создали. И если ты знаешь, давай, пожалуйста, примеры, я буду только рад расширить свои познания в данном вопросе. Ну пока ни одного сколь-нибудь нужного, позитивного, какого-то предмета, явления, идеи, или чего бы то ни было такого, что вот создано служителями христианского культа на основании христианских идей, христианской философии и так дальше, ничего такого мне не встречалось вообще никак. При том, что большинство архитектурных решений в их, так сказать, ихних, так сказать, храмах чисто ведические, и можно проводить параллели с Индией, с Шумером. Вот эти пекенные миры и планеты, да? Это одно и то же пекенные миры и планеты? Или это немножко разное? Ну, понятие «мир», оно не является синонимом слова «планета». Мир, учитывая разноплановость возможностей написания данного слова, может применяться и к части планеты, и даже к небольшому селению, и может применяться и к целой куче планет, объединенных в галактику или объединенных в какую-нибудь там другую общую, в зависимости от того. Ну, мир — это некая измеряемая группа людей, или связанных с этим, возможно, животных, явлений, других существ, о которых идёт речь. То есть, ну и там были знаки, вследствие которых слово «мир» получало значение подземные миры, пекельные миры, такие миры, всякие. То есть, куча знаков, куча возможностей. Вообще тоже нужно посмотреть записи по мирам богов, пекельным мирам, и разобрать, что такое ад, что такое пекло, что такое потало. Поскольку хоть часто эти понятия взаимонакладываются, но вообще это совершенно разные идеи. Или есть уже понимание этих вопросов? Мне трудно тебе объяснить. Ну, то есть, мы такие практики проводим, как вот, ну, как лирик, знаешь, проводят? Ну, проводят. Ну, то же самое, никак. Мы же у них учились, и мы то же самое теперь сами делаем. Рад, конечно. Мне многие такой пример, что если они что-то чувствуют, зачем им дополнительное знать? Вот они чувствуют, и всё. А я им тогда пример, что, допустим, если вы едете в маршрутке, почувствовали, что у вас на ноге какой-то груз очень тяжёлый. И если не видеть, где есть свободное место, чтобы убрать ногу от того, кто на неё наступил, если не видеть вообще, что происходит, можно, соответственно, или другому на ногу наступить, или поставить ногу в ещё хуже место, и так дальше. Хоть ощущение, чувство, как бы, что на ноге что-то есть, и есть. Но само ощущение, видение, то есть ведание контекста этого ощущения, оно вообще бессмысленно просто и бесполезно. Я именно так отношусь к большинству разнообразных прав, что если непонятно что, то и непонятно, зачем оно нужно. Например, я делаю только то, что я понимаю, с теми людьми, которые тоже стараются понимать. Ну, вот поэтому я к тебе обратился, что участие какое-то осознаю, и стараюсь дальше учиться, потому что я же не представляю. А тут я особо не помогу. Тут нужно... Я могу предоставить знания, я могу предоставить, в принципе, некоторые наработки и принципы по оптимизации мышления, по изучению тех же текстов. Ну, короче, ряд знаний, как из вед, так и из своих наработок. Но тут нужно постоянно самому тоже над этим всем мыслить, размышлять, изучать. Это сейчас просто некоторые покупают дипломы, некоторые, вот как, допустим, экзамены, часто друг у друга списывают или изучают тему для того, чтобы только ответить на экзамене и забыть на следующий день. И так многие, они, допустим, на кандидатскую какую-то заставляют своих уже учеников, чтобы те им писали эту работу и так дальше. И поэтому в нынешнюю науку целая община лезла тех, кому там вообще-то не место. Но если брать классическое представление о том, как учёный, некий приближённый к эталонной идее учёного, должен осмыслять свою науку, то он должен постоянно, постоянно в этом направлении мыслить, постоянно свою тему так или иначе изучать, постоянно всесторонне находить новые грани, искать свежие какие-то решения и так дальше. А без этого это не учёный, а это что-то какое-то. Ну или как? Или есть что опровергнуть? Есть как бы... Да нет, Орик, ещё хотел спросить про вегетарианство, ну вообще про питание само. Тоже есть видеозаписи на эту тему. Просто у тебя очень много разделов, поэтому я... Ну так поэтому и желательно их изучать, и для этого их и много, не для того, чтобы они лежали, их было много, а для того, чтобы люди могли, соответственно, изучить всё, что нужно, понять, ну и дальше вперёд и с песней, или с мантрой. То есть у тебя и в видео есть эволюция, как бы, вот, например, человека, когда он становится... Если, допустим, даже вот в нынешнем стандартизированном обществе, к примеру, схема, которая для всех бы подходила в вопросе, когда они становятся на путь вообще осмысления хоть чего-то. Такой схемы нет и просто быть не может. Некоторые начинают с самого детства осмыслять и пытаться понять. А другие всё детство говорят, уйди от нас, уйди, не говори нам этого ничего, мы ещё молодые не трогай, в старости изучим. В молодости, соответственно, у них дети, работа то, другое, десятое. Они говорят тоже, уйди, не говори нам этого. Ну и на старости они такие, да нам уже поздно изучать, нам уже скоро сдыхать, поэтому как жили хрюшками, так и дохрюкаем и всё. Поэтому о какой единой схеме вообще можно говорить? Где эта единая схема? И дальше просто, если совокупность нужных, осознанных качеств и глюков такая, что живое существо может стать планетой, ну тоже боги ему говорят вперёд из песни, будь планетой. Если совокупность такая, глюков и осознанности, что живое существо может стать богом, духом, центральной искрой целой галактики или галактического скопления, то боги тоже говорят вперёд из песни. Вот история князя промысла. 36 тысяч лет назад княжил на земле, как обычный князь-человек. У него ни одной сверхспособности не было вообще никак. Обычный князь, он праведностью победил князя тьмы, по сути дела. Не технологиями даже. Ну, единственное, если, допустим, осмыслять, по какому параметру у промысла были преимущества по отношению к князя тьмы, это только его праведность. И даже союзники промысла там постоянно чуть ли не думали о том, чтобы восстание устроить, поскольку на землю нападает чудище ужасное, ну, в смысле, князь тьмы. Промысл сидит с щётками и медитирует. И для его всех союзников было это несколько дико, странно, и они боялись, что вот-вот-вот уже смерть подходит. Но промысл именно своей праведностью победил князя тьмы. И после той жизни, когда боги ему устраивали кучу испытаний, ну, тоже нужно читать тексты, поскольку я их ещё не допереводил, а те, кто их хранили, они не ставили для себя задачу их перевести. Но, по сути дела, там огромное количество того, как над промыслом проводили испытания. Его боги пытались проверить, точно ли он такой осознанный. Его демоны постоянно пытались достать, извратить, измучать, искалечить, угробить, в конце концов. Ни боги, ни демоны, ни слабоосознанные союзники, никто не смогли сломить его идеальную праведность. И после этого Всевышний отдал ему полярную звезду, и отдал ему правление галактическим скоплением, в котором мы живём, в частности. Без истории о том, что нужно становиться сначала там стихийным богом, потом, допустим, богом планетарного уровня, потом создать свою планету, потом систему, потом ещё что-нибудь. Его сразу туда поставили. Но теоретически как бы эти стадии, вот если такое какое-то постепенное, медленное продвижение по пути развития, то где-то эти стадии присутствуют всё-таки у кого-то. А он в России если изучить, то тексты есть, соответственно, чтобы читать потом, надеюсь. Мне становится страшно от таких вопросов немножко. Там у меня есть альбом, в котором представлены некоторые изображения текстов. И в частности, я некоторые изображения текстов публикую периодически на странице. Видны тексты некоторые? Да, видно. Я прошу понимать, что это не то, что я сейчас прямо все тексты беру и выкидываю, а это, ну вот, понадобилось сейчас показать, что такая штука вообще в природе есть. Вот я и посылаю то, что первое под руку попалось. Как мне интересно, боговицы, но дальнейшее их применение, то, что тексты читать получается, да, вот, которые есть в футболе. Ну да, и не только, да, ведь Аум Ар-Аси это не просто какая-то древняя письменность, это ещё и философская система восприятия. Понимая её, например, мне легче понимать и даже клинопись, при всём, при том, что с клинописью много всего есть, чего, как бы, может, и лучше бы не было, поскольку её редактировали, мне кажется, самым нещадным способом. Ещё есть неразгаданные письмена острова Пасхи, и я за них просто ещё не брался по-серьёзному. А за клинопись за шумерскую, за аккадскую, ассирийскую, вавилонянскую и персидскую я брал. Это страшно, там извращали до, ну, просто до ужаса. Я не понимаю, как так смогли сделать, поскольку вот тут у нас, допустим, нам сначала в Крыму Аскольд пытался просто выкинуть восемь буквиц из Аум Ар-Аси. Потом Кирилла с Мефодием создали сначала хазарскую, потом болгарскую буквицы, азбуки свои. И потом, постепенно, на протяжении столетий, по чуть-чуть, понемногу, каждая тварюшка-паскудюшка в меру своей гнилостности выкидывала ту или иную буквицу. Там же перекраивали систему письма до основания. И я не знаю, неужели народ был или настолько тупой, или настолько ему было безразлично, что они соглашались с таким поведением? Неужели им было наплевать на свое наследие? Или может быть там просто народ выкашивали, а потом новым заселяли и давали ему уже новую письменность? Не знаю. Пока для меня это тайна. Но с клинописью есть проблемы. Однако, даже ее можно легче понимать, не говоря уже, допустим, о том же санскрите. С санскритом вообще прекрасно. Целая куча его знаков, можно прослеживать их генезис до знаков Аум Ар-Ассей. Есть понимание написанного? Ну, частично, да, частично. Я, как я некоторых понимают. Если вот мне сейчас показать китайскую грамоту, допустим, знак Шань, еще несколько знаков я тоже опознаю. Но я не знаю китайский язык, и он для меня чуждый изначально и в частности. А это не китайский все-таки. Это наш текст, каких-то несчастных шесть с половиной тысяч лет назад написанный. Это даже не времен промысла. Это первая, скажем так, первый абзац длиннющего текста с пророчествами. Вот можно перелистнуть на следующую. Вот это вторая, так называемая, жднедша, то есть, ну, некий абзац вот этого текста. Это я тоже для демонстрации людям набрал это все и выложил сюда, чтобы они видели, как оно выглядит. Есть и фотографии вот в таком страшном виде, как там выше некоторые присутствуют. Для демонстрации, чтобы люди видели, как оно может выглядеть, ну, соответственно, если красиво это набрать, вот ниже уже присутствуют. А там, соответственно, вот сверху тоже надпись. Дальше, как я понимаю, это пейзаж некий гор или что-то такое. И изображено совмещение изображения горы, изображение Всевышнего, изображение трезубца или крылатого солнца или еще чего-то из его лба. Три полоски тут вообще мне до ужаса напоминают Индию, три полоски на лбу, но остальное все на Индию совсем никак не похоже. И в частности, даже здесь изображено мироздание. Вот если мы посмотрим на низ от вот этой горы головы Всевышнего, то здесь изображено мироздание от Духовного мира до нашей Солнечной системы. Видно, понятно или как? Да, вот. Допустим, пройдемся по первому. Что там первое изображено из мироздания? Ну, посередине, то, что там сварка, да? Да не посередине, ни капли. Если мы смотрим по отношению к самому изображению, то с его правой стороны, ну и по отношению к смотрящему с левой стороны, есть изображение некого кружочка над пирамидой в окружении еще двух, над которым еще четыре кружочка. Дальше пирамида увеличена, и кружок, который над ней, показан в обрезанном состоянии, то есть верх его отрезан просто. Под первым изображением, мы вот со второго изображения, берем вот эти лучи, которые в пирамиде, берем один из этих лучей, выносим под первое изображение и показываем, что в нем творится внутри. Дальше выходят писанные концентрические круги, и кстати, на доске они были вот так приплюснуты, я их перерисовывая также оставил приплюснутыми, и я не совсем понимаю, почему. Теоретически, согласно текстам, они должны быть окружностями, поэтому или это некая идея древняя, которую еще предстоит постигать, или просто исходя из того, что на доске было тяжело вырезать ровные окружности, вот получилось то, что имеем. Теперь берем одну из этих окружностей и выносим ее под трезубец, который находится под ртом Всевышнего. В ней присутствуют мировые яйца в этой окружности. Дальше под левую сторону изображения к нам это по правую сторону выносятся сами мировые яйца. Показано, что вначале в мировом яйце внизу присутствует зародыш. Зародыш во все стороны распространяет свои энергии и вверх испускает мысль. Вокруг его мыслей на вершине формируется сварга, аллатарра, дальше под первым изображением яйца и дальше рядом присутствуют схематические изображения сварги. Снова переходим обратно под первые схемы и тут у нас рунами написано вот видят там руны руна Ария, руна Тота, руна Белобога и Чернобога. В квадрате они все видны? Дальше вот мы берем из этого квадрата перекресток его и рядом вот под окружностью и по там где вынесены яйца он присутствует перекресток. Виден? Понятен? Да. И вот дальше описывается, что внутрех внутренних нутрощей, внутренних внутренностей, внутрях которых присутствует некая вот эта овальная структура, которая под этим изображена. Видно? Понятно? Дальше выносится один из ее отрезков под словом сварга. Видно? Понятно? Да. Там присутствует шестигранник возле руны А, приставу того. Виден? Да. Вот. Дальше шестигранник выносится и показывается, что это не просто шестигранник, а шестигранник, построенный из галактики. Видно? Понятно? Да. А дальше мы этот шестигранник распутываем и у нас получается нечто типа змея. Да. Головой этого змея условного является промысел, который в нормальном состоянии, когда этот змей свитый в шестигранник, является центром этого шестигранника. Там история такая, что раньше изначально при строении этого всего Всевышний был в роли вот этой головы змея или в роли центра вот этого всего дела. Но когда Ра заметил подвиги промысла, он поместил промысла на эту должность. И так, дальше вот прямо под этим всем выносится наша галактика с ее четырьмя рукавами и одним призрачным рукавом, который огибает остальные рукава. Видно, понятно? Да. А то, что там написано, как она называется, понятно? Ракнаши. Я вот единственное понимаю, Ракнаши полностью. Я имею в виду не то, а которое сбоку там. Сат. Что-то Сат. Хатха-йога. Хатка. Или как? Все точно. Не, ну давай это самое, попытаемся. Давай сейчас попытаемся понять, что это все-таки. Какой там знак после Т присутствует? Да. Прекрасно. Да. Да. Хат-арта. 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 Да. Ведическое название нашей галактики. И идем обратно на другую сторону и у нас изображено тресветлое сияние нашего Солнца. Ну и соответственно там присутствуют некие идеи и некие значения, которые важны для понимания. Дальше видны вот эти срезы и полоски, которые рядом присутствуют. Эти полоски указывают на то, что в сварге пространство, слои пространства лежат друг на друге и гравитация осуществляется посредством вдавливания того или иного предмета в слой пространства. И если соответственно так в то или иное место пространства вдавили, что образовалась дырка, будет черная дыра, гравитационный колодец. А эта доска, с которой это было перерисовано, я даже не попытаюсь датировать ее по той причине, что в хранилище Раяна Правеслава доски перевязались. Его дед, дед его деда периодически, когда видели отрухлевение досок, они брали и вырезали на новых досках то же самое. Поэтому изначальная датировка вот этой всей схематики вообще непонятна. Единственное, я на основании того, как это все подписано, подозреваю, что это некая до-аум-российская версия около Боугвинова письма, которое отчасти синкретизировано с Летицей, отчасти синкретизировано с Руницей. Ну и таким путем могу датировать это в семь с половиной тысяч лет. А может и нет. Но это предстоит еще изучать. А дальше вот прошу прочитать, что сверху написано. С самого сверху? Угу. Чилат, Махарс, правильно? Почему Ш? Ну и не знаю, Джи. Почему Джи? Откуда во Джи, если мы говорим... Откуда во Джи? Славянская буквица. 64 буквица славянской письменности. Джи не значится. Значится буквица Дзерало, но она совершенно по-другому выглядит. Английского алфавита и даже латиницы на время создания как-то не наблюдалось в окрестностях. Значит, Сиват. Сиват. Хорошо. Допустим. А следующее слово? Махарз. Сиват, Махарзи. Махарзар. Мы же учитываем, что твердый знак на те времена или даже мягкий знак или некий гибрид. Ой, вообще, если разбираться, то твердые мягкие знаки и буква похожая на букву Р, это все знаки одного и того же семейства, просто в зависимости от того, какой конкретный оттенок они передают, они ставились в той или иной позе или, соответственно, к ним дорисовывались дополнительные палочки. Поэтому я здесь не совсем уверен, это знак аналогичен Ере или аналогичен Еро, то есть, как бы, это мягкий или твердый знак. По сути, вот не только гласное, но и согласное звучание и значение знака Р в этом знаке еще сохранено. Но вот что важно, мы можем это прочитать как Сивар Махарзай, если по канонам ведического прочтения, поскольку крестообразный знак это не Т, это Ар. Если мы, соответственно, начинаем страдать глюками, забываем свою письменность и берем английский алфавит, нам кажется Сиват, и вот если мы забываем, что мягкий знак, это не просто что-то, что выкидывается, а что это знак, звучащий и имеющий в себе согласную и гласную, то у нас вместо Махарзарь получается Махарз какой-то. Итак, мы можем прочитать как Сивар Махарзарь или прочитать как Сиват Махарз. А если мы правильнее прочтем, то получится вообще Сиваиар, практически как Сиваиар, одно из имен Всевышнего, которое присутствует в славянской и мифологии, и песнях, и так дальше. Потому что вот эти палки, которые к линиями тянутся в В и в А, они имеют значение знака Й, то есть это Йотирование. И тогда у нас вообще получается Сиваиар. То есть вот так нужно изучать, читать и понимать. Вот предлагаю прочитать нижнюю горизонтальную у нас тянущуюся по всему низу. Первую я понимаю, что это вторая, а я вообще не понимаю какая. А он Бабаль. Бабаль? Нет, как-то наверное нет все-таки. И снова а какой ЛЮ. Вот чтение идет, если мы учитываем, что это мягкий знак. Но мы же определили, что это ни капельки не мягкий знак. Это знак, который я сам не могу определить как Й, или Й, но по крайней мере это или некий их гибрид, или нечто одно из двух. Но это не мягкий знак. Поэтому ЛЮ тут просто нет. Лар, Лер, шось таке может и есть. Но не ЛЮ. Кнаш, я в конце понимаю, что Кнаш не будет. Почему только Кнаш? Да не Рак наш, а порядок наш. Имеется ввиду Солнечная система наша, которая там с другой стороны разбирается. Ну и вообще Солнечная система называлась порядок земель или земепорядок. Та соответственно галактика называлась звездный или солнечный порядок в зависимости от того чего там больше. Ну по крайней мере в тех текстах которые я изучаю так. А первое слово которое перед порядком стоит. А вот советую прочесть. Если я все вам скажу, все за вас прочту, то ну что это будет. Я-то вроде как относительно эту письменность читаю. Наверное же надо чтобы и другие учились читать. то есть слово «Россия» могу найти вот эти письменность но еще нужно память развивать. Мы в начале рассмотрения этой штуки всей говорили, что надпись создана вот почему я это датировал допустим временем семь с половиной тысяч лет. Есть память или нет? Ну да Почему? А ум? Да вопрос почему я датировал этот предмет семь с половиной тысяч лет? Ну ты бы сказал что примерно семь тысяч Да но я перед этим сказал почему я так считаю Ну не надо как бы это делать и желательно память развивать А я сказал следующее что учитывая то как это все написано здесь еще не разделенная некая версия мешанины где присутствуют и протобуквенные варианции присутствуют и явно литические знаки и некоторые возможно рунические или близкие к тому вот такая мешанина как общепринятая была до Саагаста до того как была создана система письма Аум Ар-Асии соответственно я как приблизительную датировку ставлю семь с половиной тысяч лет датировка очень приблизительная поскольку может быть и семь тысяч и сто лет или допустим может часть жречества не приняла Аум Ар-Асию и пользовалась своей мешаниной и вообще шесть с половиной тысяч лет или как я не знаю то есть у меня доказательства нету однако на основании письма и на основании того когда оно было максимально распространено я делаю такое предположение поэтому предположительная датировка именно на основании письма такая и дальше если мы разберем ситуацию какие здесь намешаны письменности то что это нам даст понимание у нас будет откуда все это как да не только понимание еще у нас будет практическое понимание что не только в Аум Ар-Асии нужно искать ответы на то что здесь изображено а также в летице известно еще как глаголица а также в рунических надписях ну понятно что если это мешанина то соответственно нужно искать а где же это в чистоте и как и что это значит так же или как ну вот так при этом снова я прошу в рунические источники не совсем записывать хиневическую коруну поскольку ну вот в разных музеях я был разные штуки изучал с его письменностью ну вот как-то не попадалось мне конечно это не доказывает что не было такой письменности но и не доказывает что была то есть ни туда ни сюда в принципе я советую изучать ретринские руны есть знание понимания что это такое где оно находится нет я пока только скандинавские славянские а славянские какие нет абстрактных славянских рун есть руны хиневича есть так сказать руны которые чудинов предоставляет есть ретринские руны которые у Платова есть ну то есть это вариация ретринских рун ретринские они же руны из города храма ретро знание понимания где город есть Так относительно пока еще нет. Ну как, их не совсем не осталось, их отчасти только уничтожили, а отчасти ассимилировали. Поэтому вообще получается и уничтожили, и генетически обокрали одновременно. Ну поскольку нынешнее же население Германии, оно уже себя не ассоциирует, ну нет, есть некоторые, которые ассоциируют, но в большинстве они уже ни с какими славянами себя не ассоциируют давным-давно. А генетику, получается, взяли славянскую? Ну они же, получается, вот Ария, я прочитал, что когда группа Ариев разошлась, ну Урала и Водовосточная Европа, получается, потом уже родилась на славян, да, со временем, позже и позже. А в принципе, это из одного же народа, правильно? Из сарийского рода. Ой, боже помилуй. Если мы говорим о том, что доказано том, что как-то признано учеными, то это один класс данных, и об этом есть официальные всем доступные труды, ну собственно историков, которые жизни свои на это ложили и изучали и писали об этом. Если мы говорим о том, что описано в Ведах, то, ну есть тексты Вед, для того, чтобы эти тексты изучать, нужно знать письменность. То есть тоже все не настолько плохо, тоже все даже в принципе хорошо. И можно изучать, главное, чтобы как-то не глючить. Ну просто я ту книгу, которую ты мне отправил, я прочитал, и в принципе я понял, что это... Вот, например, последние фотографии из Одесского археологического музея. Вот, соответственно, камень с тамгами, древними тамгами. Что такое тамги, есть понимание? Видимо, руны, наверное. Нет, я же не говорю руны. Зачем мне тогда говорить тамги, если я имею в виду руны? Нет, понятно, нет. Тамги – это некая геральдическая версия письменности. А что по центру камня видно, понятно? По центру не очень видно. А тут даже письменность знать не надо. А ну вот всего вот какие-то вяжут. Голова быка по центру. Ну да. Голова быка, поскольку делалось это все, собственно, в контексте культа Велеса. И волхвы были свидетелями заключения того договора, который был описан на этих камнях. И каждая тамга каждого рода, которая здесь присутствует, это как их подписи. Эта плита стояла на облицовке древнего храма, на стенах которого была написана вся история того, как заключается данный союз, как это все будет происходить. И это была финальная сторона, на которой присутствуют подписи согласившихся сторон. Финальная плита, на которой присутствуют подписи согласившихся, подписавшихся под этим сторон. И дальше следующее. Из того же одесского, того же археологического. Вот это варяжские руны. За основу взяты конкретно скандинавские, но с некой примесью, не знаю, то ли пермского, то ли еще какого-то влияния. У пермяков там были свои руны, и пока я не могу еще добраться до того, какими они были. Только в текстах нахожу упоминания о том, что они были. И по некоторым аспектам, которые присутствуют на изображениях, на зданиях и на многом другом, что я осмысляю, я понимаю, что возможно здесь или какие-то ладбермские, или пермские, или какие-то такие вот северо-восточно-балтийские мотивы еще присутствуют, кроме классических дакско-скандинавских рум. Вот это тоже первое, что я тут взял из кучи фотографий по разным музеям, разных всяких интересностей, которые я делал. Но это я к тому, что вот есть конкретно письменности, которые можно пойти в музей и посмотреть, что они есть. Другие письменности нужно читать тоже книги ученых, где присутствуют или фотографии, или прорези, или еще как-то так. Вот к этому делу я советую быть поближе, и это дело советую изучать получше. А разнообразные несусветные несусветницы как-то может воздержаться от изучения. Поскольку все-таки несусветная несусветница, она не имеет, допустим, ну так называемая всесветняя грамота, она не имеет никаких археологических свидетельств существования, и мне она ни разу не попадалась ни в одном музее. Она не присутствует ни в хранилище Раяна Правейслава, она не присутствует ни в труде хоть какого-нибудь ученого. И как бы, если нет, значит нет. Ну а по ретринским рунам есть ряд исследований, ну советую изучить этот вопрос. Плюс советую навести справки в интернете о том, что такое тамги и где они употреблялись. А есть ли понимание, что такое летица? Пока нет. Главу улицы? Ну прототип главу улицы, да. Спор идет постоянно, раз, белый, там черный, красный, желтый, это все. Я с этим вопросом тоже еще пока... А что с этим вопросом? Учитывая то, как сейчас происходит, повальная деградация всех, смешение разных рас, оно ведет только к взаимовырождению, к тому, что теряются природные навыки каждого отдельно взятого народа, и все. А плюс еще навязывание ГМО, однополых и прочей всякой всячины. И все, тут уже общая погибель, и независимо, кто от кого происходит. Просто да, с нас больше спросят, намного больше, чем с других, что есть, то есть. И тоже можно почитать генетиков, можно почитать антропологов. Я согласен, что официальная общая трактовка истории, она такая, что ей можно желать непонятно чего, но пока нет возможности осуществить то, что с ней нужно осуществить. Однако, рядовые ученые, которые конкретно каждый изучает свой вопрос, они не все враги человечества. И даже, может быть, среди них очень мало тех самых врагов человечества, а генетики, антропологи, они изучают то, что им дано. Ну, конечно, есть некие неправильные общие посылы, и их труды в неправильный контекст встраиваются, я с этим согласен. Но в частности, вот генетической, антропологической, они изучают то, что есть. И вот я советую тоже ознакомиться с тем, что есть. Ну, старые в институте, когда я учился, они, например, ну как, преподаватели очень серьезные, они говорили, что славяне все-таки, ну как, близки к ариям, а другие вообще прям отрицали этого, и микроба не за это вошла, понимаешь? А, не понимаю. Не понимаю по той причине, что термин арии в научном, строго говоря, контексте, его не существует вообще. Ну, вот настратическая общность, индоевропейская, то есть, посмотрите. Вот, а это, хорошо, а это уже другая штука. Итак, смотрим, у нас есть настратическая общность. Если мы попытаемся археологически как-то понять, а где же она обитала, у нас выходят костенки, у нас выходит мизинская культура и ряд других периферийных находок, в принципе, это восточноевропейская равнина, в принципе, это Карпаты, в принципе, отчасти даже Урал. Ну, вот, если разбираться, поскольку лингвистически, вот построена такая идея о анастратической общности народа. Но при этом археологически, где эта общность была, висела в воздухе, не бывает как-то такого всё-таки. У неё должны быть какие-то аналоги в археологических культурах. То есть, согласен с этими, я как? А где эти аналоги были? В Сахаре? Ну, как-то нет. А где, не знаю, в океане каком-нибудь? Ну, как-то тоже нет. А максимально, что с этим соответствует, это как раз находки, те же самые костёнки, та же самая мизинская культура. И вот берём мизинские находки. От мизинских находок вообще очень легко переходим к трипольской культуре. Там оно синхронно, очень даже синхронно. И, соответственно, дальше у нас получается уже Кимерия, дальше у нас уже получается Скифия и так дальше. Я согласен, что есть некоторые... Ну, да, официальная вот такая точка зрения, что это как бы разные какие-то народы, где-то там ходили, куда-то приходили. И отождествление триполья с индоевропейской общностью народов, это тоже как бы неофициально признанная, хоть и неофициально опровергнутая теория, как оно есть. Как бы есть учёные, которые начинают в эту сторону, что да, наверное, так. Есть, которые с ними спорят, которые опровергают и кричат, что это не так. Так и быть такого не может. Просто вообще никак. Просто, ну, совсем никак быть не может. Кто им сказал, что этого быть не может? Непонятно. Они сами не могут объяснить, кто им сказал, что того или иного явления быть не может, например. Кроме того, возьмём индусы. Вот индусы, они описывали, откуда они происходили. И свою прародину они называли Великая Бхарата или Маха-Бхарата. Отчего и название ихного эпоса происходит, ихной книги Маха-Бхараты. Ну, соответственно, Бха-Арата, Великая или Божественная Арата. Если мы лингвистически потом смотрим, а где шумеры писали, что есть эта самая Арата, а где, соответственно, потом страна под названием Ратания, Рутения находится, то у нас получается между Днепром, Днестром, Припятью и Вислой. То есть, ну, сходится, в принципе, если так. Дальше снова. Вот некоторые говорят, что Трипольская культура вымерла как бы, и на смену ей пришли другие. И мне попадались даже такие, которые пишут, что нет, Триполья это были какие-то вообще чуть ли не семиты, непонятные дядьки. А, соответственно, вот ямная культура, это уже индоевропейцы. Но к этому я чуть позже вернусь. Однако, прошу открыть последние фотографии. Начинаем с первой. Это один из скринов с одного из моих видео по теме тризуба. И вот здесь что изображено. Здесь изображена макет, как бы, статуэтка птицы с сложным меандрово-свастическим орнаментом. Виден? Сейчас, да. Загрузится у меня, компьютер просто отключился. А-а-а. Ну, вижу, да. Ну, листаем дальше. То есть, снова это фотографии, которые я делал в музее. Тут это видно достаточно хорошо всё. Вот эта мизинская статуэтка бога-птаха или богини-птицы. И на ней присутствует сложная свастическая вязь. Такая же вязь, как она у нас в архитектуре присутствует, в иконографии. Даже просто нудно и непонятно, сколько всего перечислять, если пытаться перечислить везде, где оно присутствует. И дальше идём к каменным топорам. Ты уже дошёл до них или как? Да, да. Вот это тоже с Одесского археологического музея. Я сейчас не говорю за вообще уникальные топоры, к примеру, Московского исторического музея. Они тоже заслуживают отдельного внимания. Понятно, что здесь топоры не все получились вот именно в плане фото. Качественные, поскольку некоторые из них, которые мелкие, вот эти два сбоку, и которые под стеклом так находятся, и свет падает, их просто ужасно тяжело сфотографировать нормально. Я пытался, некоторые достижения есть, остальное оставляет желать лучшего. Но вот снова, каменные топоры, это уже не к вопросу преемственности, а к вопросу технологий. И завершаю я это ещё неким таким сравнением. Перелистывание осуществилось. Вот это изображение чего, понятно? Статуэтки ты имеешь в виду, да? Да, статуэтки. А, да. Вот богиня? Богиня. Однако, посмотри, четыре статуэтки. Первые две, это из Одесского археологического музея. Вторые две, это стоят возле Национального музея истории Украины в Киеве. Ну, видишь, у всех у них одна и та же идея. Богиня держит в руках некую посудину. Видишь? Да, ну да. Особенности её головного убора, в котором совмещаются змеиные и рогатые особенности. Видны? Ага. А вот в конце пятая прорисовка. Это прорисовка шумерской статуэтки богини Инаны или Иштар. Понятно. И на что это намекает? На общество. На общество. Но если мы ещё почитаем, соответственно, шумерские тексты, то станет понятно, что Рата или Арата почиталась как раз прародиной и местом, где находятся центральные храмы, центральные, культовые, все принадлежности культа Иштар. И, как видим, вот следующую прошу открыть. Да, да, открыли. Это уже индийское изображение. Как видим, воспроизведение уже, конечно же, в своём стиле, но тех же идей. Однако, если в Индии, в Месопотамии, в других местах, по несколько только таких статуй, а позднее они уже, когда каждый из них начинает уходить в свой стиль, они начинают, вот, если берём ранние индусские находки, они все похожи на наши, в принципе. Ранний Египет, додинастический, всё как у нас. Однако, когда складывается уже как бы ихно-версия искусства, ихно-версия, ну, всего практически, ихно-версия их, ну, понимание того, кто они, какие они, как у них должно всё быть, когда оно у них уже самобытное такое складывается, оно уже на наше не похоже. В каких-то случаях оно на наше относительно не похоже, в каких-то оно совсем не похоже. Но во всех случаях получаются различия. Однако, в самом начале, в тех археологических источниках, которые есть, оно, в принципе, сходится к единой символике. Вот, соответственно, мы видим две египетские посудины. Это из третьей части книги. Тебе, что, первую часть посылал, да? Да. Какую вот. Сейчас посмотрю, как... Да, первая часть. А я ещё вторую доделываю, сейчас уже начал на третьей работать. Вот, это из третьей части. В первой, помнишь, были изображения со скандинавских скал, разнообразных лодий. Да, я помню. А вот смотри, вот это с египетских до династических посудин. Такие же лодии. В принципе, и возьмём, ну, три польские посудины, стиль, всё одинаково. Конечно, дальше пошли уже свои региональные отличия, сложилось египетское классическое искусство. Кроме того, общаясь с целой кучей историков всяких третьих десятых, я также знаю следующее, что существует негласно-гласная обязанность уничтожать или скрывать некоторые предметы, найденные в Египте, которые, допустим, похожи на шумерские. В шумере, которые похожи на египетские. И вот как бы намеренно разделяется вот эта общность, получается. Намеренно похожие элементы уничтожаются, и остаётся только то, что отличается. Ну вот, то есть, если мы захотим, мы можем проследить, что была некая общность, и вот следы, вот производные, третье, пятое, десятое от этой общности. Ну, а как тогда? Где эта общность взялась? Ну вот, смотрим, где она находилась и так дальше. Вот сейчас направляю ещё партию изображений. Первое изображение – это будет изображение трипольских посудин. На них орнамент многопроявности, на них изображение крылатого солнца, рядом голова быка из того же самого первого зала Одесского археологического музея, рядом изображение акротериев, рядом два знака ротайи и трипольские мумии. Вот, я направил, прошу открывать всё это дело. То есть, вот тот же самый орнамент многопроявности, он повторяется, ой, как много где. Совсем как много где, и перечислять просто не стану все места, где он находится, где он повторяется, поскольку это можно годами делать и не поможет. Вот, реконструкция того, как выглядел Критский дворец. Ну и смотрим, что там делается. Там на всех стенах такой же орнамент многопроявности, как на трипольской посуде. Видно? Да. Однако, возвращаемся к трипольской посуде. Следующая картинка. Там схематичное изображение крылатого солнца. Вот здесь видно три посудины. Вот на самой большой из них, вверху, под горлышком, именно схематичное изображение крылатого солнца. Однако, солнце с неким гибридным птицочеловеческим лицом. И здесь у него несколько не традиционные крылья, а такие огненные сполоки. Однако, дальше, если мы проследим, изучим и поймем, то все это уходит в Иран, в Египет, в Месопотамию. И снова до мозолей на языке можно повторять, куда это все уходит. А вот маленькая посудинка, которая передняя здесь видна. На ней вариации знака инь-янь. Ну, идем дальше. Вот голова быка. А бык он почитался тоже во всех индоевропейских регионах. И находки, почитание быка в Крите, там в Египте, ну где угодно, они все моложе, чем находки трипольской культуры. Следующее изображение Акротериев. Традиционно, официально считается, что это греки к нам занесли, как бы, данную идею. Но если детально сравнивать, то становится понятно, что это развитая версия некоторых знаков, которые также прослеживаются на трипольской керамике. И об этом говорится во второй части книги. Во второй книге по этой теме тоже я ее домучаю и пришлю. Следующие две – это сарматские знаки Ратай, крест в круге. То есть никакого христианства вообще близко еще не водилось, а знаки наши в виде креста существовали, и ни у кого не спрашивали, что они там на что-то для кого-то похожи. Вот следующее – это трипольская версия того же изображения, которое у нас присутствовало на мизинской птице. Такие же завитушки, если внимательно сравнивать, оно синхронизируется и идеально соответствует. Прошу самостоятельно потом скачать эти две картинки, на мониторе поместить рядом и смотреть, чтобы понять схожие элементы. То есть видим преемственность мизинской и трипольских культур. И вот переходим к мумиям. Это не совсем мумии, это изображение предков. Многие знали, что будет конец предыдущей эпохи и наступит Калиюга, поэтому они не умирали, однако уже они здесь что, и потомство дали, и изучили то, насколько могут понять. Поэтому они погружались в такое состояние, которое в индийском эквиваленте известно как самадхи. И вот они просто сидя вот так со склонённой вперёд головой существовали со сложенными руками, сложенными внизу ногами. Их обматывали льняными простынями, и живая мумия, такая в доме, нормально могла жить вместе с потомками несколько столетий. А потом этот предок мог проснуться и сказать, а вот вы в том плане кое-что уже начали нарушать, давайте возвращаемся к тому, как должно быть. Я сейчас снова соединяю знания, которые взяты из вед, с тем, что вот видно по археологическим останкам. Однако, если именно в такой совокупности мы это соединяем, то понятно, откуда взялись и то, что у некоторых народов была вообще идея дома у себя хранить трупы своих умерших. У египтян взялась идея мумификации, а в Индии до сих пор и есть адепты, которые реально могут это воспроизводить, самадхи и вот такая осознанная как бы полусмерть, полужизнь. И переходим к завершению этого всего. Это именно то, что приписывается ямной культуре или кемерийцам, вот тоже в Одесском археологическом музее, в первом зале. И что здесь у нас присутствует, скажи, пожалуйста? Вверху у нас снова вариация трипольского орнамента. И она присутствует вверху на горлышке посудины, и она у нас на изгибе вовнутрь, по центру также присутствует. И если мы вывернем этот предмет, у нас также получится ведический знак. То есть вот, в принципе, если захотеть, то преемственность и последовательность проследить можно. Конечно, я понимаю, что официально есть те, которые не хотят этого, и есть те, которые будут всячески гнобить тех ученых, которые это все проследят и честно скажут это так. Но вот ни один из сторонников официальной трактовки, кому я эти все данные предоставлял и говорил, опровергни, пожалуйста, умоляю тебя, опровергни. Я не знаю, что хочешь сделаю, если ты опровергнешь. Никто из них опровергений не нашел. Они пытались, значит, мне запутать, что а то не то, а это не так. Ну, я говорю, ну давайте пойдем в музей, давайте вот откроем книги, на которые как бы вы же как ученые ссылаться вообще-то должны. Давайте почитаем. И они все или самоликвидируются, и такие у нас нет времени, мы уже не хотим это дело разбирать. Ну, или соглашаются, что да, 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 наверное так, да, 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 наверное так. А потом говорят, и нет, и все-таки трипольцы вымерли, а кемерийцы это уже был совершенно другой народ, который пришел абсолютно неизвестно откуда. А я говорю, ребята, вам не кажется, что это бред? Маразматический немножко. Ну, как вы представляете, что народ взял и вымер весь до останку? Вот до останка взял весь и вымер. И на его смену из ниоткуда, совсем из ниоткуда, взял, пришел народ с той же символикой, с теми же обычаями, с такими же курганами, с такими же кругокрестообразными поселениями, и с кучей-кучей всего другого, что была у предыдущего народа. Как такое может быть? Поскольку эта ситуация не только по триполью и кемерии, это ситуация и по кемерии и с кифией. Как бы считается тоже, что кемерийцы были или вымерли, или были убиты с кифами, а с кифы это тоже пришельцы из далекой Азии, родственники иранцев, наверное. Ну и снова, а я показывал гривны, которые были у кельтов, и гривны, которые были у с кифов. А говорю, а покажите мне иранскую гривну. И еще целую кучу по мечам, по кольчугам, по посудинам. Вот с кифы и кельты. А у иранцев такого отродясь не водилось. Но с Ираном связь есть. И из этого можно сделать вывод, что как раз с кифой находились на той территории, на которой они находились. С одной стороны, у них были кельты, с которыми у них были общие общности, по оружию, допустим, по некоторым предметам. С другой стороны, конечно, были иранцы, с которыми тоже было много чего общего. Ну и также по сарматам, и также по другим. Если захотеть, можно пройтись, и именно в таком ключе это все осмыслить. Если у тебя или там какого-нибудь ученого ты мне притаскаешь, который все это опровергнет, таскай его. Вот, пожалуйста, и поскорей. Я хотел спросить про празднование в брахманских традициях. Да, я это слышал про празднество. Ну, что тут сказать. Есть плейлисты на Ютьюбе. Это если интересно, как конкретно мы их осуществляли, и то, по каким принципам это все берется. Именно оно есть, да? Ну, есть. Ну, а что от празднеств нужно вообще для начала? Ну, именно как они называются, именно те весенние, осенние, вот эти роднодетства и зонсостояния. Снова, если мы понимаем, что вот многие современные, так сказать, родноверы, они пытаются еще друг с другом спорить о том, как назывался праздник ихный. А это вообще глупая затея изначально, поскольку, учитывая множество диалектов, учитывая многотысячелетнюю историю, названий празднеств тоже было кучей в текстах. Даже одной рахманской традиции мне встречалось достаточный разнобой по названиям. Но если коротко и ясно, то есть некая мистерия, которая осуществляется на протяжении года. Итак, на празднество Радакоша и Макоши или осеннее равноденствие осуществляется символическое зачатие Нового года. На празднество зимнего солнцестояния осуществляется Рождество Нового года. На празднество весеннего равноденствия осуществляется как бы вырастание, половозрелость Нового года. На празднество летнего равноденства солнцестояния осуществляется символическое как бы пик, купол солнечной славы, солнечного могущества вот этого самого Нового Года. Ну и снова зачатие Нового Года и постепенное отхождение от прав и обязанностей Старого Года. Год, при том, что по сути дела зачинает и все это осуществляет с одной и той же Макошью. Год, который постоянно перерождается, являясь одновременно и сыном, и мужем, и дедом данной Макоши. Родокош и Макоша, как бы между ними эта мистерия осуществляется. Год – это название солнечного проявления Всевышнего, его преломлении через атмосферу, как именно управителя природы Земли на протяжении одного ее витка вокруг Солнца. Ну и тоже я это детализирую и разъясняю в видеозаписи. И слово Года, оно тоже не создано рептилоидами на заказ гуманоидов. Оно тоже древнее. И как у нас есть, допустим, синонимическое лингвистическое сходство понятий Бог и понятий блага, так и в западных версиях есть схожесть год и гуд. Это тоже говорит о некой торжественности и близости данных синонимических рядов. Ну короче, снова, если комплексно изучать и лингвистику, и историю, и археологию, то никакие вот эти новоявленные родноверы рептилоиды, или как они себя там считают, с планеты какой-нибудь там не смогут засунуть в мозги своих гуманоидов. Но я не отрицаю, есть и жизнь на других планетах, и в Ведах много чего такого описано, но и не настолько всё плохо, а может и не настолько всё хорошо, как описывают нынешние всякие товарищи. Назовём их так. Ясно, ну благодарим тебя. Шо ж, тогда советую всё-таки ознакомиться с тем, с чем нужно ознакомиться. Ну и успехов в духовном развитии. Слава, Ра! Слава!